На обложке этой книги «Времени машины» два изображения культовой группы с дистанцией в 30 лет. И по мнению людей, которые посмотрели эту книжку и прочитали, меньше всего, по всякому случаю на фотографии, изменился один из фронтменов группы Александр Кутиков. Так ли это? Мы с ним об этом сейчас поговорим. Прошу. 45 лет просуществовала группа. И вот действительно, как бы смотрим на Кутикова, не очень он изменился внешне. Но, наверное, все-таки метаморфозы-то за, вот, скажем, вот эти 30 лет, которые прошли с момента, когда была сделана эта фотография и вот эта. Что произошло? Какие самые кардинальные изменения? Или все по-прежнему такой же молодой драйвовый рокер? Ну, про себя говорить очень сложно. Ну, ощущения какие? Ощущения, конечно, я стал постарше. Конечно, как мне кажется, я жизнь познал поболее, поглубже. И, как мне кажется, стал немножко мудрее. Но с точки зрения вот энергетики какой-то внутренней и той рок-н-ролльности, которая жила все эти годы во мне, все осталось по-прежнему. Мы одну жизнь живем, а вот кошки говорят, у них 9 жизней. Я не знаю, слышал, так я поговорю, что у кошек 9 жизней. Это кто у нас? Маша. Маша? Да. Она первый раз у нас? Первый раз. Маша. Вот это Маша. Мы ее отдадим поклонникам группы Нюанс или поклонникам группы Машины Времени. Кого-нибудь сейчас нам наберет в эфир и у Маши будет дом. Всем рекомендую. Я как кошатник и собачник в одном лице. Наконец-то кошатник. Кошатник и собачник. Соло, да. Наконец-то у нас собачник слэш кошатник. Так. Просто рекомендую. Очень хорошая кошечка. Да. С очень хорошим характером и очень симпатичная. Вот на самом деле, когда я смотрю на обложку, я вижу, что на самом деле, допустим, Валера Ефремов, человек, который, по-моему, дольше всех, ну, если не считать основателя группы Андрея Макаревича в коллективе, потому что Кутик-то приходил, уходил, снова возвращался. Нет? Нет. Нет? Нет. Валера пришел вместе со мной. Я его привел в 79-м году. Из високосников вы пришли? Из високосного лета, да. Да. Я привел вместе с собой еще Петь Подгородецкого. Взял грех на душу. Да. Это, я думаю, тебе коллеги спасибо не сказали спустя несколько лет. Спустя какое-то время не сказали, но Петь талантливый человек, и мы проработали вместе достаточное количество лет. И в тот период, скажем, где-то между 79-м и 82-м, вот эти годы. Ну и потом, когда они вместе с Женей вернулись, еще почти 10 лет, по-моему, проработали вместе. Ну, мне кажется, на самом деле, что Валера совершенно не изменился. Он изменился как музыкант? Или барабанщики, вот они вот как вот освоили там что-то, они вот в этой теме остаются, они не растут? Ну, скажем, стилистически он остался таким же, каким он был. Он просто стал с годами играть еще ровнее, хотя он всегда отличался тем, что очень ровно играл. А кто на барабанах в нюансе? Дима Кричевский очень хороший барабанщик, он играет сейчас «Ногу свело» и является там основным барабанщиком. Но поскольку мы все в нашем вот этом коллективе «Кутиков нюанс» играем в разных командах, то я не вижу в этом ничего страшного. Мы находим время, соединяемся, играем концерты. Про разные команды. Я издалека очень зайду. Когда беседовал с барабанщиком Куин, Роджером Тейлором, спросил у него, почему вот его проект, а мне очень нравится, что он делает, и как он поет, кроме того, лучшие, с моей точки зрения, хиты Куин он написал. Почему даже вот настолько не приблизился к раскрученности Куин? Он сказал, что это брендирование, то есть вот этот бренд. В случае с нюансом, нюанс не имеет, допустим, того же успеха, что машина времени, это тоже в бренд упирается, потому что там тот же Кутиков с тем же вокалом. Мне кажется, что это очень близко к машине. Или ошибаюсь? Нет, это не близко к машине, это близко к машине настолько, насколько может быть близко, поскольку я пою. И играются песни, которые я написал, что для машины, что уже для нашего совместного проекта. Но, конечно, очень многое упирается в брендирование. И я абсолютно согласен с Тейлором в этом вопросе. И не только в брендирование. Есть еще какой-то магический ход ко мне. Допустим, вот я выпускаю свою пластинку, скажем, ну, свой альбом. И это совпадает с юбилеем машины времени, с сорокалетием. И я не могу позволить себе рекламировать активно выход этого альбома, потому что это наслаивается на рекламу сорокалетия машины времени. Ну и что? Сорок лет мы праздновали так, как никто не праздновал. Это пять лет назад было? Да, это было пять лет тому назад. Это было сорок концертов в сорока городах. Это массированная реклама. Если бы, скажем, я бы сел бы на хвост этой рекламе, то меня бы обвинили в том, что я использую бренд машины времени для продвижения, скажем, своего альбома. Или же, скажем, меня бы обвинили в том, что я мешаю рекламой своего альбома рекламе сорокалетия машины времени. Я это очень хорошо все понимал, и поэтому постарался быть аккуратным, корректным и в некотором смысле загубил историю своего альбома. Хотя, там, скажем, песня «Снег» в хит-параде нашего радио добиралась до первого места и достаточно долго держалась в тройке. Вот Макаревич сказал, что очень много ошибок в книжке «Времени машины», а меня еще на самом деле несколько человек упрекнули за мой собственный тезис. То есть не за факты, а за высказанное мнение, что все сайт-проекты музыкантов «Машины времени» не получаются столь же успешными, сколько они получаются у Андрея Вадимовича. То есть, если мы про Креольский танк говорим, они все как бы удаются в смысле хотя бы освещения в прессе значительно большего, чем, скажем, мы про тот же нюанс говорим. Это за счет того, что у Макаревича как бы титул лидера группы или он точнее выбирает жанр? Нет, Женя, нет, не в этом дело. Дело в том, что за долгие годы существования «Машины времени» Андрей стал для журналистского сообщества, скажем, основным представителем бренда «Машина времени». И он чаще всех давал интервью, и это нормально, потому что, скажем, я всегда считал, что каждый должен заниматься своим делом. Андрюша очень хорошо говорит, пишет, и вообще, скажем, публичная деятельность для него – это, скажем, его естественное состояние. Мое естественное состояние – это находиться в студии, заниматься записью, заниматься выпуском альбома, заниматься тем, что называется работа в лавке, заниматься какими-то внутренними делами «Машины времени» и так далее. И поэтому, скажем, во многом, поэтому журналисты, конечно же, в первую очередь обращают внимание на жизнь Андрея Макаревича и на его какие-то новые проекты, а уже во вторую очередь на жизнь, скажем, других музыкантов «Машины времени» и, скажем, на их проекты. Просто, когда несколько дней назад на книжной выставке-ярмарке столкнулись, я услышал такое, как бы, признание, что я, сказал Кутиков, кризисный менеджер. Я вот не стал развивать тогда эту тему, потому что я подумал, что мы будем общаться в студии, и я вот поподробнее услышу, что это такое. Ну, скажем, когда внутри «Машины времени» возникают какие-то неожиданные кризисные ситуации, возникают сложности, когда мои друзья по коллективу, скажем, опускают руки, у меня только, скажем, обратная реакция. То есть это мобилизует, да? Да, меня мобилизует. У меня тут же появляются несколько вариантов решения этих проблем, и в итоге я очень быстро нахожу выход из кризисной ситуации, и дальше жизнь продолжается, и «Машины времени» существует. Как только ситуация нормализуется, я сразу ухожу на диван. Когда в 2012 году Маргулис покинул группу, это был кризис, или это было ожидаемо? Нет, это было неожидаемо, особенно это было неожидаемо для Андрея, но мне удалось эту кризисную ситуацию разрешить прямо там же, на той репетиции, на которой Женя... То есть это прямо произошло вот так? Да, спонтанно. На которой Женя объявил о том, что он собирается покинуть коллектив и заниматься своей сольной деятельностью. Я не буду рассказывать, как, поскольку это наше внутреннее дело, но уже через 40 минут после начала разговора все встало на свои места, и «Машины времени» дальше поехало работать. Женя пошел трудиться самостоятельно, что у него, на мой взгляд, очень неплохо получается. Нет, он отличный музыкант, об этом даже как бы речи нет. Вот у Стаса Намина есть такой тезис, что существуют рок-группы, ну, допустим, как там «Цветы» или «Машины времени», ну, где участники не меняются. А все остальные группы — это как бы, ну, условно говоря, авторская песня, ну, там, допустим, ну, не знаю, «Аквариум». Это, прежде всего, Борис Гребенщиков, а все остальные там могут меняться. У меня случай с нюансом. Это абсолютно Кутиковский проект или это все-таки люди, которые работают над материалами, которые в чем-то незаменимы? Или там, может быть, завтра один состав, послезавтра другой? Главное, что это Александр Викторович Кутиков играет то, что написал. Нет, с нюансом у нас группа. И работаем мы над тем материалом, который я приношу, так же, как работает настоящая группа. Да и они привыкли к такому способу работы. Я приношу материал, и мы его долго-долго-долго треплем. Поэтому я так, скажем... А в каком режиме? В режиме джема какого-то? Как это вы с материалом работаете? Не спешно выпускаю новые работы. То есть это на репах происходит? Это на репетициях происходит. Мы записываем репетиции, я их анализирую. И, скажем, если в том, что мы надумали на очередной репетиции, на мой взгляд, есть перспектива, на мой взгляд, продюсерские даже, а не авторские, я предлагаю ребятам разработать дальше. Если, скажем, я не вижу перспективы в данной версии материала, то я предлагаю подумать в какую-то другую сторону. И, как правило, скажем, вот эту сторону предлагаю им я. Ну, как направление. А вот детали, разработки, это, конечно, мы делаем вместе. 26 сентября у нюанса концерт. Где это будет и что это будет за концерт? Это будет концерт наш с нюансом в Радио Сити. Мы будем играть разные песни. Мы будем играть песни с предыдущего альбома моего «Демона любви». Мы будем играть какие-то песни из репертуара «Машина времени», которые я написал, и которые я люблю, и которые у нас с нюансом... Ну, например, ну, кроме поворота, который вообще является визитной карточкой. Мы, как правило, играем там к «Малой бронной» не так, как играет «Машина времени». Мы играем в «Добрый час» совсем не так, как играла «Машина времени». Даже скачки мы играем не так, как играла «Машина времени». Ну, и так далее. То есть, те аранжировки, которые... За те, кто в море. Я там даже гармонию поменял. Но я как автор-то имею право это сделать. Мне показалось, что так, как я, скажем, поменял гармонию, это даже интереснее и более современно звучит. А вот почему совершенно неохотно речь идет о первом коллективе? Я все пытаюсь вытащить информацию про первую группу Кутикова, потому что фанаты-то хотят знать, что было до «Машины времени». Дело в том, что первой группы Кутикова как таковой и не было. Я приходил в группы и играл с людьми. «Бизанты» — это был коллектив, который был создан студентами художественно-графического факультета Московского государственного педагогического института. Но мы дали-то всего от силы концерта четыре, а я с ними сыграл буквально пару концертов на студенческих вечерах. Поэтому, в принципе, в истории московской рок-бит-музыки этот коллектив и не значится. Хотя музыканты там были очень симпатичные, очень... А кто там был? Ну, неизвестные. Нет, они все в дальнейшем музыкальную карьеру не продолжили, а стали художниками, архитекторами и так далее. Ну, а когда, допустим, существовало високосное лето, уже было понимание о том, что музыка — это профессия, и это выбор по жизни? Или это все равно был какой-то вот, условно говоря, там, курс жизни? Жень, все проще. Так. Не тогда, не сейчас музыка для меня не является профессией. Музыка — это моя любовь. А, вот как. Вот так вот, да. Но все-таки, когда я говорю про профессию, я имею в виду... По профессии я, скорее, скажем, звукорежиссер и саунд-продюсер. Ну, деньги-то зарабатываются все равно. И там, и там. Ну, и там, и там, и на сцене, и в студии, когда это приносило деньги. Сейчас студийная деятельность в России, да не только в России, и в мире умирает, потому что, скажем, то, что раньше делали на очень хороших студиях, ну, приблизительно то же самое, можно сделать на домашней студии. Хотя, конечно же, от этого страдает качество. Но после появления стандарта MP3, качество музыкальной фонограммы вообще мало кому интересно и, скажем, мало кому доступно. Я же продолжаю слушать винил на, так сказать, лаповых усилителях. А сейчас модно винил, сейчас же возвращаюсь. Да, это вернулось, но потому что появились люди, которые услышали из молодых людей, услышали, что их любимые команды, оказывается, звучат намного богаче, намного интереснее по звуку, по спектру и так далее. Ну, и они поняли, что зачем покупать, там, скажем, какие-то принтованные копии музыкальные, да, копии музыкальные, а лучше послушать в оригинале, лучше купить картинку, настоящую картину. А никогда никто не предлагал сделать совершенно такую вот, ну, там, не знаю, в стиле техно, в очень-очень современном, там, ну, молодежном варианте хиты, вот такие опробированные. Я это делал, я сам это делал, у вас есть альбом, который называется «Ремиксы», и я это начал... Это когда это было, я пропустил? Я сделал это слишком рано. А, то есть еще до того, как... Да, наш рынок не был к этому готов. Ну, когда это был, какой год-то? Вообще, начал я делать это, сделал пять песен в 96-м году. Ой, совсем рано, да. В 96-97 год. Вот, ну, а потом мы кое-что доделали. Есть такой диск в онтологии «Машина времени», на мой взгляд, там есть очень интересная, очень удачная работа. Ну, как-то «Машину времени» все-таки больше воспринимают как традиционный коллектив, и наши песни в традиционных версиях больше интересуют, там, скажем, людей, даже молодых людей, чем вот в более современных версиях. Вот там прозвучало, да, насчет того, что со студиями теперь совершенно другой расклад работы. А с гастролями тоже, в общем, примерно можно представить, как... Вот я про... Я аккуратно тебе скажу. Да. До последнего момента с гастролями у «Машины времени» было не просто все в порядке. Мы выбирали сами, как бы, ну, исходя из предложений нашего директора, куда мы поедем, и то количество концертов, которые мы сыграем. Дело в том, что мы никогда не гнались за деньгами, это вообще, скажем, не наша линия жизни. И потом мы уже достаточно взрослые такие мальчики, и некоторым из нас, не буду называть адреса параллели и явки, скажем, играть больше пяти-шести концертов в месяц с машиной, просто физически тяжело. Я понимаю, да. Ну, тех, кого не пугают нюансы 26-го числа, они могут только прийти и послушать. Мы переходим к коде. Кода у нас выглядит так. Значит, здесь вопросы, сразу говорю, не мои. А то некоторые... Да вообще не вопросы. Не мои вопросы. Не мои вопросы. Вообще, это французская игра изначально. Есть такой проект «Игра в правду». И вот мы играем, потому что у нас «Правда-24» называется программа. Я думаю, что Машу можно оставить, если она вроде бы... Машенька, ты умничка. Да, никуда не денется. Машенька чудесная. Значит, объясняю, как это. Надо вытащить фишку, и такого же цвета, как фишку, выбираем карточку. Спасибо. Вот, на карточках написано «Вопросы», а они четырех групп. Нет, нет, не переживай, поднимай. Это не то, что у Маши. У Маши все в порядке, как вся. Машенька красавица. Значит, здесь вопросы откровенные, неловкие, на подумать. Белая карточка – это свободный вопрос, я сам тогда буду. Что-нибудь придумать. А у тебя готов? А у тебя готов? Нет? Желтая. Любую желтую. Да вот прям. Так. Желтая. Пожалуйста. Так, неловкий вопрос. Уходили ли вы из заведения, намеренно не оплатив счет? Или что-нибудь прихватив на память? Никогда. Ну, а в те времена, в 70-е, похулиганить? Никогда. Да, воровать в нашей семье, а это воровать. Это просто, так сказать, было большим грехом считалось. Это вообще, ну, конченый человек. Тот, который взял что-то чужое у другого. Нет. Я с детства был воспитан так, что, ну, это даже, я не могу себе представить. Только не заводись, а то так прям, 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 ну, вот это моя рок-н-рольная, так сказать, энергетика. Я же драйв-драйв-драйв сразу пошел, да. Второй. Второй. Так, снова желтая, ну, в том же мы ее тогда можем, чтобы в третий раз не попал. Любую желтую, любую. Хорошо, пожалуйста. Вам случалось засыпать на спектакле или в кино? Случалось. Так, ну, и почему, потому что пошли за... Потому что устал. А, от усталости? От усталости, да. И то это было такое вот, скажем, минутное такое, минутная потеря ориентации в пространстве. Понятно. Обычно вообще засыпают, когда совсем скучно, когда это, там, я не знаю... Я стараюсь не ходить на... Ну, а как, а жена скажет, пойдем мелодраму посмотрим, а хочешь, чтобы ее чекать? Нет, моя жена, слава богу... У вас вкусы совпадают, кстати? Театральный человек. В смысле сцены и экраны, то есть вы смотрите одни и те же пьесы и фильмы? Нет. Вот я и говорю. Ну, скажем, мы можем по тематике смотреть разные пьесы и фильмы, но по качеству они обязательно... Понятно. Одинаковые. Так, и крайне, как принято сейчас говорить, красную, любую красную. Да прямо первую. Откровенный вопрос. Как часто вы удаляете смс-переписки из телефона, чтобы их не прочитал ваш партнер? Ну, я так понимаю, что... Я, честно говоря, настолько редко пользуюсь смс-сообщениями вообще, что это априори ко мне не относится. Понятно. Но здесь ведь переформулировать можно и по-другому. Здесь же какой подтекст? Жена ревнивая? Урок музыканта Котикова. Жена умная. М? Жена умная. Понятно. Это не ответ на вопрос, но все равно... Нет, ну, это ответ, потому что дальше можно, так сказать, уже дофантазировать. Вот был вопрос относительно того, приходилось ли засыпать на каких-то концертах. Я уверен, что 26 сентября в Радио Сити никто не заснет, потому что это будет настоящий рок-н-ролл. Я не позволю. Александр Котик не позволит. Спасибо, Саша. Вот так вот мы прощаемся. Огромное спасибо за Машу. Мы сейчас еще для Фейсбука еще... Спасибо. Спасибо.